я нашла казашку подругу она там стоит и мы приехали в икей и сегодня мы пойдем еще в азиатский магазин я вам хочу все там показать я уже в канаде три месяца и наконец-то я нашла своего человека мы уже были в айки я вообще не подумала о том что можно было влог снять и до меня только что дошло но надеюсь я вам все покажу вот мой лук на сегодня короче мы в айки потому что мне надо было посмотреть кое-какую мебель я переезжаю наконец-то после трех месяцев я жила с братом и буду переезжать на этой неделе новое место и там нет стола и стульчика чтобы учиться там есть только кровать поэтому надо купить мы конечно ничего не купили потому что мы просто фотали а потом я закажу туристы нашли бобра это кажется вопер привет всем опять мы в китайском магазине то есть азиатском у нас большинство китайская еда и выпечка и мне нравится очень сильно это место поэтому я пригласила ее сюда и Субтитры сделал DimaTorzok Влог продолжает Вышли из китайского магазина И теперь мы в овощном Где очень много, как вы видите, овощей И у них отличное просто качество И они стоят недорого Конечно, место далёкое Но сойдёт Всем тем, которые сейчас в Канаде В Монреале и на бюджете Я сильно советую это место Называется Science Foods Оно не особо близко находится К центру города Но того стоит Так как мы заплатили примерно 29 долларов За два пакета Овощей и фруктов Мы сделали покупки И мы едем домой Наконец-то Привет Я забыла вообще снимать Всякие влоги и так далее Вы не представляете, но Я ещё не выложила ничего Из Канады на свой YouTube-канал Получается, когда я их выложу Я выложу это видео тоже Вот Мне очень депрессивно здесь Если хотите депрессию, езжайте в Канаду Здесь Очень странные люди Здесь одиноко И Ментальное здоровье падает Всё ниже и ниже Но Мне кажется, все тут так живут И мне кажется, у всех здесь депрессия К сожалению Пока что я тут ровно три месяца Я очень боюсь переезжать Это мой самый большой страх Надеюсь, всё пройдёт хорошо Весь этот страх про переезд У меня скопился, когда я была в Дубае Потому что я там должна была переезжать семь дней Подряд в неделю Это сразу, надеюсь, будет по-другому Ещё привыкание к новому месту К новым людям К новому району А ещё за всё это время Мне мама два раза отправила По посылке Всякие вкусняшки Из Казахстана Это три килограмма гречки И тара А ещё у меня есть всё ещё Корт, который я принесла С собой в чемодане И много казахстанского шоколада В колледже пока что всё идёт нормально Я скоро доканчиваю с колледж И пока что есть несколько вариантов плана А ещё я сейчас уже работаю Я ничем не делилась Но много всего изменилось за эти три месяца Я работаю Хожу в колледж У меня появилось очень-очень много друзей И мне теперь кажется Что друзья в Канаде Они как будто Мне более близки Чем были друзья в Казахстане Как бы странно это ни звучало Та девочка во влоге Которую звали Алия Я её встретила в своём колледже Я просто узнала её по стилю Потому что на ней была кепка Нью-Йорк И я сразу поняла То, что наши казахи Только такие кепки носят И я сразу её узнала По стилю Потом мы зашли в лифт Одновременно И я спросила у неё Откуда она Она сказала, что из Казахстана И я начала плакать Я просто перед ней начала рыдать Наверное, она подумала сначала, что я странная Потому что я прям не могла перестать рыдать И мы сразу познакомились поближе И мы стали более-менее близки И она сейчас одна из самых моих близких подруг Здесь, в Канаде Я хочу этот влог продлить на неделю Потому что сейчас среда А я переезжаю где-то в субботу И плюс мой папа приезжает ко мне Из Торонто Чтобы помочь с переездом И я хочу всё это заснять Весь процесс Мою новую комнату Я буду обставлять её Я буду её декорировать Привет всем! Прошло примерно 2-3 дня Я не снимала свой переезд Потому что он был очень напротивленным и насущенным Мы сейчас идём в Walmart с моим папой И будем покупать всё, что нужно Обязательно покажу, как я буду декорировать свою комнату Сейчас моя комната полна просто всяких коробок Моих чемоданов Так что да, мы идём в Walmart Вот наша картинка И, коротко говоря, мой папа приехал с Торонто в Монреаль На пару дней, чтобы помочь мне с переездом Мои брат и мой папа помогали мне с переездом всё это время Было очень круто И сегодня я иду на работу И после этого мой папа уходит обратно Это будет очень грустно Но я уже должна начать переставлять свою комнату И просто расставлять свои вещи Мы выбираем подушку Стол, стульчик, одеяло И нужен такой шкафчик Чтобы складывать туда маленькие свои вещи Или всякие принадлежности для колледжа Так что мы почти всё купили Надеюсь, я всё спроецирую красиво в моей комнате Итак, мы выбрали всё, что нужно Нас ждёт огромная очередь Друзья Сегодня уже прошло два дня До дня переезда Иду в колледж Вчера начался новый семестр И всё прошло хорошо У нас была новая учительница И она мне понравилась Взяла кофе У меня было интервью с одной компанией Я топаю в школу Я опоздала, конечно Я пропустила целый урок из-за интервью Но всё будет круто Сегодня я буду декорировать свою комнату Сегодня или завтра Потому что, скорее всего, сегодня у меня есть работа Поэтому увидимся У нас прошёл первый урок Сейчас у нас перемена Один час Все уже ушли И я почти одна осталась в классе Поэтому я сейчас кушаю В классе Потому что мне нравится кушать в классе А не в кафетерии Я учу тайский И кушаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ребята, я подрабатываю в домино с пиццей И мы сейчас сидим А я работаю кассиром Я, короче, ощутила такую студенческую жизнь Когда ты учишься И работаешь в какой-то кофейне или фастфуде И у меня есть И у меня есть И у меня есть Есть Субтитры И у меня нет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И у меня есть вы не представляете как мы сейчас спокойно идет вообще-то дождик на самом деле получается сегодня с утра сходила на интервью а потом сходила в колледж после этого сходила на работу и сейчас почти 11 ночи я возвращаюсь после метро песком и сейчас идет дождь вы понимаете какой кайф не знаю после тяжелого дня хотя я не так устала но это такая медитация это комфортно сейчас и я так счастлива потому что я возвращаюсь в комнату в которой мне комфортно в которой я могу чувствовать себя безопасно и я очень счастлива знаете мне всегда казалось что эта страна депрессивная и не подходит для меня но постепенно выходя из своей комфортной зоны и немного добиваясь своего мне кажется что все не так уж и плохо я не чувствую больше депрессии мне сейчас нормально и это очень странно потому что я не чувствовала себя нормально долгое время в канаде особенно в этом городе где ни у кого не горят глаза у всех депрессивное лицо особенно погода но мне кажется что все зависит от меня уже потому что мне классно не очень рад и что все зависит от меня а и и и и и и и и